Здравствуйте, меня зовут Ксения. Поздравляю вас, ребята, с началом нового учебного года. Впереди много открытий и, возможно, новые школьные предметы. Точно одно каждый из этих предметов может вас чем-то удивить. В доказательство расскажу вам сегодня 10 интересных фактов, которые вы можете услышать на одном из десяти школьных уроков. Первый факт и первый урок. Математика. Математику мы используем постоянно. Например, когда считаем, сколько пирожных понадобится, чтобы угостить всех друзей на празднике. Или когда пользуемся смартфоном или компьютером, появление которых без математики было бы невозможно. Ну а используем мы с вами десятичную систему счисления, то есть ряд чисел от 0 до 9. А вы никогда не задумывались, почему именно такой ряд? Почему не 15 или не 3? Так вот, ученые считают, что связано это с нашими руками. Вернее, с руками наших предков, потому что в древности люди вели подсчеты, используя собственные пальцы. Пальцев у нас, как вы знаете, десять. Так вот, со временем такая система подсчета, основанная на десяти, закрепилась. Кстати, цифры, которые мы используем сейчас, называются арабскими. Они пришли к нам из арабских стран. Но интересно то, что в арабские страны они пришли из Индии. Второй урок. История. Это предмет очень интересный. Он позволяет нам совершать настоящие путешествия во времени, заглянуть в прошлое и узнать, как оно там было. Вот, например, древнерусская летопись, повесть временных лет, написанная в 1113 году, рассказывает нам много о наших предках, славянах. Основу древнерусского государства составляли восточные славяне. Это нынешние русские, белорусы и украинцы. У слова «славяне» очень интересное происхождение. По одной из версий полагают, что оно происходит от слова «словени», то есть знающие наши слова, говорящие на одном языке. Третий урок и третий факт. География. Этот предмет изучает наш общий дом, Землю. И на этом уроке вы можете познакомиться, например, с одним необычным местом на нашей планете, которое ни одному государству не принадлежит. Это Антарктида. Антарктидой называют континент на самом юге Земли, но, вопреки нашим представлениям о юге, там вовсе не жарко, а очень холодно. Хотя ученые считают, что много миллионов лет назад, до оледенения, там действительно было тепло. И сейчас идут разговоры о том, что в связи с глобальным потеплением температура на Антарктиде увеличивается и скоро там могут начать произрастать деревья. Антарктида занимает большое место на карте. Кажется, что мы знали о ней всегда. Но на самом деле она была открыта достаточно недавно, хотя об ее существовании теоретически ученые догадывались. Так вот, открыли ее в 1820 году. Это совершила русская экспедиция под руководством Фадея Беллинскаузена и Михаила Лазарева. Четвертый факт и четвертый урок. Экономика. У этого слова несколько значений. Во-первых, так называют то, как какая-то страна управляет тем, что у нее есть. То есть, как она что-то производит, как она это между людьми распределяет и как она это продает. А еще экономика – это наука, которая как раз и изучает производство, распределение и потребление разных товаров и услуг. Интересный факт будет как раз о производстве. Все вы, наверное, знаете компанию Лего. Так вот, она за историю своего существования произвела столько деталек конструктора, что если бы кто-то вздумал все эти детальки поровну распределить между всеми людьми на Земле, то каждому досталось бы полсотни штук. Вот здорово, все бы наигрались. Пятый урок. Биология. Это наука о животных и о том, как они живут в нашем мире. Интересных фактов о животных просто миллионы, потому что животные сами по себе, ну, очень интересные. Поэтому вот вам один неожиданный факт про зубы. Все вы знаете, что бобры постоянно что-то грызут. Но делают они это вовсе не потому, что хотят кому-то навредить. И даже не потому, что очень любят строить, хотя это, конечно, так, они действительно отличные строители. Но на самом деле у них просто в течение всей жизни растут зубы, и им обязательно нужно зубы стачивать. Вернее, даже так. Природа так устроила, что те животные, которые едят очень грубую пищу, или вот как бобры, используют свои зубы, чтобы что-то очень твердое пережевывать, вот тем животным природа дала удивительный механизм. Их зубы растут в течение всей жизни. Есть и другие такие животные. Например, это все привычные лошади. Или, может быть, у вас дома есть морские сверки или хомячки. За ними очень важно внимательно следить, чтобы животное вовремя стачивало зубки. Иначе они могут стать слишком длинны и будут ему мешать. Шестой урок у нас физика. Физика тоже изучает природу. Только не животных, а, что называется, фундаментальные проблемы Вселенной. Природу вещества, энергии, космоса и даже времени. И вот вам интересный факт о веществах. У всех веществ есть свойства, то есть способность изменяться в зависимости от того, как на них влияет внешняя среда. Так вот, эйфелева башня, сделанная из вещества железа, способна менять свои размеры под влиянием окружающей среды. Дело в том, что железо при нагревании расширяется, увеличивается. Железная палка длиной в 100 метров при нагревании на 1 градус увеличивается на 1 миллиметр. И таким образом, в жаркие дни, когда в Париже плюс 40, эйфелева башня может увеличиться, вырасти на целых 12 сантиметров. Вот такие чудеса физики. Седьмой урок. Химия. Химия – это наука о веществах и об их превращениях. Некоторые процессы превращения веществ идут в природе сами по себе. Например, брожение, гниение. Когда человек открыл огонь, он освоил процесс горения. Мы с вами так или иначе знакомы с множеством веществ. И о многих у нас есть какие-то устойчивые представления. Ну вот, например, сейчас я вам скажу железо. О чем вы, интересно, подумайте. Я думаю о чем-то тяжелом, твердом, холодном. Но на самом деле таким знаем железо мы. Но оно может меняться при изменении условий окружающей среды. Оказывается, если железо очень сильно нагреть, а именно до 5000 градусов по Цельсию, то оно может стать легким газом. Восьмой урок. Русский язык. Древний русский язык формировался около 11 века нашей эры. Во время формирования Киевской Руси. И с тех пор наш язык изменился практически до неузнаваемости. Потому что на формирование языка влияет все, что происходит в обществе. Кроме того, в языке существует естественный отбор. Это когда какие-то слова становятся популярными, а какие-то наоборот выходят из употребления. Язык наш удивительный. В нем много очень необычных сочетаний букв, необычных слов. Вот, например, есть одно удивительное слово, в котором три буквы Е подряд. Это слово ЗМЕЕЕТ. Есть слово, в котором содержится целых семь букв О. Это слово ОБОРОНУСПОСОБНОСТЬ. Ну, а вот еще интересный факт. Все слова с буквой Ф в русском языке на самом деле иностранного происхождения. Девятый урок. Мы в библиотеке, да я думал, и вы, очень любим читать. Это один из наших любимых уроков. А расскажу вам интересный факт о писателе. Вы наверняка знаете книжку «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова. Появилась эта книжка, оказывается, когда Волков учил английский. Александр Волков был преподавателем математики в одном из московских вузов и решил выучить английский. Для практики он решил пересказывать книжку американского писателя Фрэмка Баума «Мудрец из страны О.С.» своим детям. Детям история очень понравилась. Они требовали продолжения. И Волков стал потихонечку добавлять что-то от себя, придумывать что-то. Так и появилась книжка «Волшебник из изумрудного города». А затем и много других книжек. А Александр Волков стал настоящим писателем. Десятый урок «Иностранный язык». Расскажу вам кое-что об английском. Сейчас очень многие изучают этот язык потому, что он становится по-настоящему международным. На нём говорят в большинстве стран мира. А ещё это официальный язык неба. Именно на английском между собой общаются пилоты и диспетчеры во время полёта. Правда, существует ещё особенный вариант английского, который называют авиационным английским или даже красивым словом аэрский. Этот язык от обычного английского отличается тем, что там много специальных терминов, а ещё кратких и ёмких слов, потому что не так-то много времени на беседы во время полёта. Это были 10 фактов о 10 уроках, но про многие уроки я вам рассказать не успела. Я думаю, что всё самое интересное об этих предметах вы уже узнаете прямо в школе. Желаю вам замечательного учебного года и спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!